всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 15 февраля и сегодня я хочу снять видео которое очень важно особенно это важно начинающим огородникам о главной ошибке из-за которой иногда у нас не получается хорошая рассада я всегда говорила что конечно очень важно грунт свой очень важно семена хорошие но самый прекрасный грунт самые прекрасные семена могут не помочь в том случае если мы будем нарушать режим полива рассады особенно маленькой молодой и вот тема я назвала главная ошибка при выращивании рассады потому что все специалисты в один голос называют самой главной ошибкой при выращивании нашей рассады это нарушение режима полива но смотрите если опытный огородник он немножко понимает но я уверена что для начинающего огородника вот эта фраза нарушение режима полива она довольно абстрактно я даже знаю что некоторые понимают буквально нарушение режима и думают что есть какая-то определенная у нас норма на одно растение вот например для маленьких столько воды для больших столько и ее нарушать нельзя и считают люди реально что нарушение режима полива это меньше или больше они налили вот эту норму на одно растение именно это нарушение режима полива но все не так просто я вот сейчас на своем примере покажу вам специально вот поставила перед сухими лотками на своем примере постараюсь объяснить что значит вот это выражение нарушения режима полива и как избежать вот этой главной основной ошибки при выращивании рассады чаще всего эту ошибку мы совершаем и не только начинающие но и опытные когда я говорила не переливайте не разводите сырость и вот сейчас буду все объяснять короче режим полива он должен быть гибким и норма полива не может быть величиной постоянной вот например на одно растение вот на недельное столько-то на месячное столько-то она у нас меняется в зависимости от условий выращивания и мы должны обязательно подстраиваться под потребности наших вот этих вот растений рассада одного и того же возраста в одних условиях потребляет одно количество воды а в других совсем другое вот мой пример например вот это вот маленькая сейчас разверну вот это совсем молодая рассада вот вы видите которая загущена я всегда говорила не переливать не поливать что я не доливаю я никогда у меня не течет из дренажных отверстий из дырочек из этих поливаю аккуратно осторожно чтобы было в меру увлажненное и я вот в начале говорила что я поливаю вот такую молодую рассаду один раз в 7 или даже в 10 дней пока не пересохнет но все меняется от условий содержания когда я начинаю выносить на улицу я вот вчера небольшой репортаж показывала после пикировки как я выношу в придомовую теплицу и все моментально все эти мои слова изменились это не значит что в первое время вот когда я говорила что раз в неделю нужно поливать что я говорила неправильно просто для тех условий когда они у меня стояли на стеллаже без солнца под лампочкой ничто их сильно не высушала это было это был правильный режим полива один раз в 7 или в 10 дней после посева я первый раз на 8 на 9 день полила но я сейчас начинаю выносить на улицу и мне уже нужен другой режим полива уже требуется полив раз в три дня вот вчера постояли они у меня на улице были политы позавчера сегодня я посмотрела у них уже земелька сухая но вот вообще даже на внешний вид если вы видите суховато суховато на ярком солнце возможно мне придется поливать каждый день если я сейчас буду их выносить и вот вывод который я сейчас озвучиваю который должны знать все начинающие огородники что мы должны руководствоваться не количеством вылитой сюда в лоток в землю воды а именно состоянием грунта степенью увлажнения и соблюдать режим полива это не только поливать по графику и даже не столько поливать по графику сколько уметь подстраиваться быть внимательным вот к этим к своим маленьким растеницам понимать слышать их просьбы вот если сейчас я подошла я вот прям слышу они говорят пить пить хотим пить все тут сухо конечно нужно дать им полить даже если я поливала их вчера и если казалось бы по моим предыдущим рассказам кто-то может подумать что если вчера поливал то сегодня ни в коем случае нельзя поливать если ваши растения просят вот прям весь внешний вид этой сухой почвы говорит что ну нужно им пить то можно полить вот это и значит соблюдать режим полива значит хотите пить есть у вас потребность мы даем вам пить если стоят дома без солнца безо всего грунт влажноватый можно не давать пить и 5 дней и 6 дней и 8 дней особенно если прохладно если вдали от погреваемых от отопительных приборов очень редкий должен быть режим полива и еще не забудьте что вчера я говорила когда про закаливание рассады что нельзя выносить ни на закаливание не на принятие солнечных ванн вообще на прогулку и в теплицу на солнце с сухим грунтом это тоже соблюдение режима полива вы носите на улицу вы носите закаливать обязательно увлажните грунт это основная ошибка наша мы не умеем не понимаем некоторые не можем подстроиться когда сколько воды лить вот в это нужно вникнуть разобраться если вы будете знать что режим полива он обязательно должен меняться он не постоянный он зависит от температуры от возраста растения от условий содержания от всего 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 смотря куда вы их потащили потащили на солнце обязательно нужно больше поливать если вы все это будете понимать и знать конечно вы получите здоровую крепкую рассаду она будет вам благодарна за то что вы ее услышали вы ее поняли конечно она будет прекрасной все до свидания с вами была ольга чернова это такой немножко эмоциональный видеоролик но режим полива это очень важно это ошибка который нужно избегать особенно новичкам нужно сразу приучаться из дырок чтобы у нас ничего не лилось но чтобы земля не была сухой все нужно в меру все до свидания а